Это программа День с толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Ольга добралась до Алтайского края. Что принес с собой мощный циклон, который ранее прошелся по Москве? Новости. Импортные автомобили могут подорожать еще больше. В Барнауле обсудили причины роста цен. Сократить сроки обследования жители Алтайского края смогут быстрее получать помощь в диагностике и лечении онкозаболеваний. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По приходу непогоды спасатели начали заранее. Так, со вчерашнего дня ситуацию на контроле держит МЧС. Оперативная группа спасателей работает в Поспелихинском районе, где наиболее вероятен риск возникновения происшествий. Еще одна группа находится в Аллейске. А сотрудники специализированной пожарно-спасательной части дежурят в Троицком районе. Для большегрузного транспорта на дорогах края организовали 14 стоянок, 6 вдоль Чуйского тракта, еще 6 по дороге Барнаул-Рубцовск и 2 стоянки под Барнаулом и Павловском. Закрытым сегодня было и небо. Аэропорт не смог принять утренние рейсы, а вылеты задержали. В частности, рейс Барнаул-Москва перенесли на полночь. Пока никто не прогнозирует, когда откроют небо, но, судя по данным синоптиков, завтра погода тоже может быть нелетной. В Барнауле, чтобы нормализовать ситуацию, сегодня днем работало 88 единиц дорожной техники. А в ночь на субботу выйдут 140 единиц. Об этом сообщают в администрации города. Техника очищает и прометает проезжие части и тротуары, обрабатывает их и вывозит снег на специальные площадки. Спецтехника сегодня работала и в районах края, куда пришла непогода. Традиционно больше всего заваливает снегом южные территории региона. Среди них Змейногорский, Локтевский, Третьяковский, Рубцовский районы. В некоторых муниципалитетах края сегодня и завтра ожидаются плюсовые температуры. И, вероятно, бороться предстоит не только со снегом, но и с гололедом. Предположительно, метель будет бушевать в регионе до конца недели. Импортные машины могут снова подорожать. Причина – изменение правил ввоза в России автомобилей по параллельному импорту. Предполагается, что при ввозе машины будет доначисляться разница в размере таможенного сбора, что отразится на конечной цене. Последние тенденции авторынка обсудили эксперты на дискуссионной площадке «Время трендов». Тему продолжит Валентина Аскерова. Рост цен на автомобиле за последние несколько лет достиг рекордных скоростей. Стоимость новой отечественной машины может достигать 3 миллионов рублей. Импортной китайского бренда – 5 миллионов. Прайс неприлично завышен и уже сравнялся с ценами на квартиры в Барнауле. Объем продаж упал, многие водители присматриваются к поддержанным авто. Но и там цифры зашкаливают. Наблюдается некий такой хаос, я бы его так сказал. Даже в нашей любимой вторичке. Ну, то есть, ну, все видят, да, куда уже цены улетели. Там, вообще невероятные какие-то цифры, там, вторичка стоит, да, там, обычная наша привычная машина, которая там стоила всю жизнь, там, 900 тысяч, там, мы ее могли себе позволить купить. Она почему-то сейчас уже полтора стоит. Вот. Ну, в общем, вот такая вот тут картина непонятная. Вторичка дорогая, привычка неподъемная. В ближайшее время импортные машины станут еще дороже. Параллельный импорт могут закрыть. Сегодня завозить авто по параллельному импорту намного дешевле через страны Евразийского экономического союза, а не напрямую. Получается, что деньги идут мимо российского бюджета. 1 апреля решено лазейку закрыть. Предполагается, что при ввозе в Россию будет доначисляться разница в размере таможенного сбора. Это попытка защитить рынок, сформировать вот этот самый цивилизованный рынок, чтобы машины продавались через дилеров. Но мы живем в России, где наличие жестких законов подразумевает необязательное их исполнение. Как везли серяг, будут везти. Еще одна проблема, которую поднимают автоэксперты – отсутствие выбора на российском авторынке. Европейские, корейские, американские, японские машины из-за санкций ушли, официально зашли китайские. Планы у Поднебесной продать россиянам в этом году – миллион триста тысяч машин. Потенциальных покупателей при таком раскладе волнует не только цена вопроса, но и качество обслуживания автомобилей китайского бренда. Но при этом сервиса, аналогичного европейским брендам, и корейским, и японским, его нет. Соответственно, доступность к информации нулевая и к запчастям. Возможно, какое-то время будут выигрывать официальные дилеры, потому что у них этой информации больше. Мне кажется, она тоже не стопроцентная, потому что мы точно знаем, что у официальных дилеров, каковыми себя называют автосалоны, точно есть проблемы с наличием запчастей. То, что касается автомобилей наших, непосредственно я могу сказать только за свою марку – это «Эксид» и «Донгфэнк». На сегодняшний день проблем с поставками запасных частей у нас нет. Естественно, есть детали, которые реже пользуются спросом. Там будет срок поставки. Ну, допустим, к примеру, у нас вышла новая модель «РХ». Машина попадает в аварию. И в течение двух недель мы привозим запчасти. Автоблогеры поясняют, что некоторые дилеры не так оперативно привозят запчасти. Те сроки достигают порой двух месяцев. Тем не менее, китайские машины в России крайне популярны, отмечают эксперты. У них, конечно, нет философии, как в европейских или американских, но она со временем появится. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин, Владислав Ковалев. День с толком. К другим темам. Жители края смогут быстрее получать необходимую помощь в диагностике и лечении онкозаболеваний. В регионе заработал пилотный проект по созданию специальной службы сопровождения пациента. Ее основная задача – сократить сроки обследования на онкопатологии и улучшить качество медицинской помощи. В проекте участвуют четыре медучреждения. Алтайский краевой онкодиспансер, городская поликлиника номер 3, Каменская межрайонная больница и Троицкая ЦРБ. Любой врач этих учреждений, независимо от его специализации, подозревая злокачественные опухоли у пациента или наличие у него высокого онкориска, будет оперативно передавать информацию специальным координаторам. Последний – направлять пациентов к онкологам для диагностики или лечения в течение трех дней. Ускорением этой мошертизации односложное диагностическое исследование занимает служба сопровождения. Мы сейчас напрямую выходим на краевую клиническую больницу, раздвигаемся, получается расписание на компьютерную томографию, на магниторезонансную томографию своих собственных стенок. Среди задач новой службы сопровождения онкобольных – обзвон пациентов для записи на уточняющую диагностику или госпитализацию. Во время самой терапии специалисты службы будут следить за состоянием больных, в том числе при проведении курса химиотерапии и в перерывах между циклами. Наблюдение продолжится и по завершению лечения, в ремиссии. На каждого пациента будет сформирована индивидуальная маршрутная карта диспансерного наблюдения, которую пациент получит на руки. Она уже есть. На все локализации опухолей. И причем, соответственно, в первые три месяца, в первый визит он должен получить обследование тета, и они обязательно для исполнения. Врачи надеются, что благодаря реализации нового проекта сократятся сроки обследования на онкопатологии и, соответственно, улучшится качество медицинской помощи. Добавим, если новая служба покажет хорошие результаты, к июлю к проекту подключатся все, без исключения поликлиники и больницы края. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Сельхозпроизводители начали подготовку к посевной. В феврале начинается активная фаза по отбору семенного материала. Чтобы рассчитывать на богатый урожай, семена исследуют в специальных лабораториях. По каким параметрам их проверяют и какие нововведения вступили в силу, расскажет Анастасия Драган. Посевная на низком старте. Главная подготовка к ней сейчас ведется в лабораториях, где специалисты проверяют самые ценные – семена. Соя, как правило, часто дружно всходит и быстро. Спустя 3-4 дня уже можно дать результат. Энергия прорастания – один из важных критериев. Эта соя, считай, его прошла. Образцы культур помещают в термостат и спустя нужное количество дней проверяют, как ведут себя семена и высчитывают средний показатель по нескольким пунктам. Схожесть, заселенность с вредителями, влажность, масса тысячи и чистота, конечно. Чистота, наверное, это наиболее распространенный результат, когда бывает отрицательный. Если по чистоте семена не идут, сельхозпроизводитель может подработать семена, и они станут соответствующие ГОСТу. Но сложнее, конечно, со всхожестью. Семена проверяет и на ГМО. Осенью 2023-го вступил в силу закон, сделавший это исследование обязательным. Кстати, в прошлом году в Алтайском РАПСе выявили ГМО. РАПС и сои – самый проблемный в этом плане культуры, но проверяют всех. В лаборатории краевого филиала Центра оценки качества зерна с начала января испытали уже сотню проб. Семена на исследование специалисты отбирают с нескольких мешков, чтобы проба была равномерной и объективной. Фасуют мешки, тысячу мешков. Набрали первый мешок. А первый мешок, допустим, набирают с силоса или с чего-то. Там могут быть остатки другой продукции, либо ссора какой-то вниз опускается, либо еще что-то. Этот чуб надо уровнивать. То есть он берет со всей глубины. Вот так он выглядит. Высыпаем. Работы в полях начнут уже через пару месяцев. Кстати, сейчас больше половины семян, которые используют алтайские фермеры, отечественные. Региональный Минсельхоз пока не сообщает планы на посевную. Но министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев заявил, что в 2024-м общая посевная площадь будет увеличена на 300 тысяч гектаров. А в Алтайском крае она одна из самых больших в России. В Алтайском крае подозреваемые в производстве синтетических наркотиков пойдут под суд. Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Прокуратура края направила в суд уголовное дело в отношении трех жителей города Барнаула и Ростовской области. По версии следствия, трое обвиняемых в Заринском районе занимались незаконным производством и сбытом наркотических средств. Через тайники и закладки они получали составляющие наркотических и психотропных веществ, из которых изготавливали опасные синтетические наркотики в особо крупном размере. Трое обвиняемых на территории Заринского района в одном из сел в уединенном месте, можно сказать, отдаленном и мало посещаемом другими гражданами, организовали специализированное себе место для производства наркотических средств. Всего в рамках проведения оперативно-розыскной деятельности также расследование уголовного дела из незаконного оборота было изъято свыше 2 килограммов, 800 грамм уже произведенного наркотического средства. Подозреваемым предъявлено обвинение в изготовлении и сбытии наркотических веществ. Если вина будет доказана, то обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Алтайские эксперты-криминалисты освоили методы проведения порядка 50 различных экспертиз и исследований, в том числе так называемую одрологическую, когда преступника помогает определить запах. Как происходит опознание по запаху, насколько это сложный процесс, и как часто применяются такие исследования в нашем регионе, выясняла съемочная группа. Это Грей, мохнатый эксперт по одрологической экспертизе или экспертизе по запаху. Так уже 23 года работает алтайский экспертно-криминалистический центр. Найти преступника по запаху – их задача. Запах каждого человека, он настолько же уникален и индивидуален, как и ДНК. То есть двух одинаково пахнущих людей не бывает. Одежда хранит запах до трех месяцев и больше. Гладкий полимерный нож пару недель, а, например, древесина с учетом наслоения крови жертвы, может хранить запах десятки лет. Основной профиль подразделения – тяжкие и особо тяжкие преступления против жизни, здоровья и половой неприкосновенности. В штате четыре сотрудника и их четвероногие друзья. Сейчас восемь собак. Все породы у нас разные. И вот у нас два бордер-коли, один лабрадор у нас, два австралийца у нас. Шиперка есть. Метод берет начало в кинологии. Основоположниками еще в 60-х годах стали Сулимов и Старовойтов. А к середине 90-х его превратили в экспертизу. Гряй, нюхай. Но прежде чем с собаке унюхают совпадения, сотрудники экспертно-криминалистического центра проводят большую работу. Начинается все с вещественных доказательств, которые привозят в лабораторию с места преступления. Сбор запаховых следов происходит криогеновакуумным способом. Сейчас я вам расскажу на примере модельного объекта. Вот перчатки. Перчатку в банку. Для экспертизы используют сборник запаховых следов. В сборник мы помещаем стерильные салфетки хлопковые. Как раз на них будут осаждаться запаховые частицы. И при помощи хирургического отсасывателя мы извлечем отсюда воздух из данной конструкции, для того, чтобы там образовался вакуум. Банку на водяную баню эксперт заливает в сборник жидкий азот. Жидкий азот испаряется оттуда. А сколько времени? Минут 45-50. А как вы понимаете, что вот все готово? Готово. Здесь образуется белый налет. И когда он полностью испаряется, там видно, мы понимаем, что можно запах снимать. Хранят запахи до 5 лет в холодильнике при температуре минус 15-18 градусов. Они у нас расположены в определенном порядке, по годам. И ждут своей очереди, когда по ним будут произведены экспертизы. А ждут они подозреваемых, у которых берут кровь. Когда у нас есть подозреваемый, от него берутся сравнительные образцы. С этих образцов мы тоже получаем запаховую пробу и исследуем ее в сравнительном ряду. Сопоставляем тождество запаховых следов из образца крови и с изъятого объекта. По словам экспертов, кровь – идеальный источник запаха, без бытовых примесей и парфюмерии. Кровь не подвержена изменению под воздействием лекарств. Сложность в том, что на каждый объект подбирают не менее 8 похожих объектов. Запахов других людей. Так называемых статистов. Это все запаховые пробы от лиц, заранее известных, что они не причастны к совершению преступления. Ну, как пример, рубашка. Больше времени занимает подготовка. Саму же экспертизу выполняют в течение одного дня. Вероятность ошибки очень мала. Одна на 100 миллионов. Применяем не менее трех собак, которые каждая из последующих подтверждает результат проделанной работы предыдущей собаки. Только в таком случае мы даем категорическое заключение. В год Алтайский центр проводит не меньше 200 экспертиз. В России таких лабораторий всего 13. В Сибирском федеральном округе – две. Поэтому география расследуемых преступлений обширна – от Урала до Петропавловска-Камчатского. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Всероссийский конкурс по 3D-моделированию впервые прошел в Алтайском крае. Точнее, его региональный этап. В нем приняли участие 42 школьника. Что они проектировали и сколько из них будут представлять наш регион в финале, который пройдет в Хантамансийске, узнает Данил Кузнецов. Этот человек с щукой – Емеля. И хоть он похож на сладость, создан персонаж из пластика с помощью 3D-ручки. Его ученики младших классов в Новоалтайской СОЖ-1 нарисовали в рамках отборочного тура Всероссийского конкурса по моделированию. Такое масштабное соревнование проводится в Алтайском крае впервые. И задания здесь действительно непростые. Ну, сложности было поприсоединить дужку к этой самой щуке. Надо было вот под именно таким углом, чтобы была симметрия. И получилось все круглое. Тем не менее, сложности участники решают с лету. Особенно ученики этой школы. Ведь здесь есть специализированный кружок 3D-моделирования, где присутствует все необходимое оборудование и опытные преподаватели. Наши ребята участвовали во многих соревнованиях. И их уровень заметили. И когда, скажем так, я вышел на представителей в Петербурге, то есть они дали добро, сказали, что мы соответствуем их критериям. И нам предоставили это право проводить соревнования. И пока младшие классы рисовали персонажей по мотивам сказок, ребята постарше демонстрировали свои навыки в создании 3D-моделей в специальных инженерных программах. Некоторые учащиеся проектировали проезжую часть инфраструктурой, а самые опытные – трансформеров, как в одноименном фильме. Мы распределились с задачей. Я делаю раму, ну, соответственно, тело робота, трансформера, а мой друг делает корпус машины. Ну, то есть капот, кабину, бампер. А как вы это соедините потом? В компасе можно создать сборку, в которую можно добавлять разные отдельные детали. Мы их компонуем. Кроме того, необходимо сделать чертежи нарисованных деталей, как это подобает настоящим инженерам. А если время позволяет, то можно распечатать работу на 3D-принтере. За это добавляют баллы. Набравшие наибольшее количество очков в своих возрастных категориях отправятся в апреле на всероссийские соревнования в Ханты-Мансийск. Всего таких умников по итогам регионального этапа – 6 юниоров. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. Очередной видеосюжет по книгам алтайских литераторов скоро выйдет в свет. Десятый по счету он стал возможен благодаря реализации проекта Сибирской медиагруппы по гранту Президентского фонда культурных инициатив. Особенность сюжета в том, что они посвящены разным детским произведениям, которые озвучивают профессиональные актеры. Весной их покажут в библиотеках, на живых встречах с писателями. А накануне презентация проекта состоялась в библиотеке имени Чуковского. Далее расскажет Дарья Ерошина. Мечты алтайских литераторов о знакомстве с читателями воплотили в жизнь два проекта. Телеканал «Толк» снял театрализованные видеоролики по произведениям. Это проект «Живая детская книга Алтая» – грант Президентского фонда поддержки культурных инициатив. Проект мы закладывали возможность передать культурный код малой Родины. Поэтому мы приглашали алтайских авторов и смотрели на их произведения, на то, как они помогают показать алтайские краи. Результаты работы над видео по произведениям представили педагогическому сообществу в библиотеке имени Корнея Чуковского. Дети смогут хотя бы вот таким вот виртуальным образом, но прикоснуться к нашим замечательным личностям. Заинтересованные в твоей судьбе люди, они обязательно встретятся, если ты делаешь добрые дела. Ты обязательно найдешь себе сообщников, которые помогут, в трудный момент поддержат. Вот этому учат сказка. Говорили о героях с ребятишками, и я, пожалуйста, говорю, ну у меня отрицательные персонажи, плохо получается. И мальчик встает и говорит, вы ко мне потом подойдите, я вас на ушу. Видеопроекта «Живая детская книга Алтая» не только интересны детям. Их смогут использовать педагоги в школах и воспитатели в детских садах во время обычных занятий. Сейчас ребятки век цифровых технологий, очень привязаны к компьютерам, телефонам, телевизорам, и стали реже, конечно, обращаться к книгам. Выступление с картинкой становится интереснее, чем просто речь, признаются и сами авторы. Я вижу, что встречи стали гораздо веселее, когда мы показываем ролики, и проще сделать интерактив какой-то потом. В прошлом году на встречах в библиотеках края детям показывали видеобиографии портрет писателя, который тоже снимал толк. Этот проект реализован на средства губернаторского гранта. А живые встречи, хоть и дают вдохновение творцам, это тоже труд. Даже в начале 90-х писатели выступали за гонорары. Это нормально было, абсолютно, причем по краю. Было бюро пропаганды художественной литературы. А сейчас не всегда удается. Вот эта вот ваша работа, вот этот проект, он как раз немножко замещает. Благодаря проектам дети, надеются сотрудники библиотек края, будут знать имена талантливых современников и земляков. А вместе с этим подрастающее поколение потянется к родному и прекрасному, и вновь начнет читать книги. Экранизированное творчество алтайских писателей ищите на сайте Толка. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Звоните и рассказывайте о том, что вас волнует. Ну а через несколько секунд узнаем подробнее, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире и хороших вам выходных. Продолжение следует...